Сегодня программа «Большие деньги» запускает цикл передач из малых сел Хакасии. В нем мы расскажем о людях, которые, несмотря на проблемы и многие лишения, не оставляют родных мест и готовы сохранять традиции глубинки. Тем более, что республика запустила специальную программу по сохранению и развитию малых сел Хакасии. Один из первых, куда выехала наша съемочная группа, стал Ал Айф Аскизского района. Айф, или как принято называть деревню среди местных жителей, Айова. Это название произошло от фамилии хакасского рода. Ее основатели жили здесь несколько веков назад. Мы сейчас все разрушили. Тут такие были дома здоровые. Жил тут пиздер Айов богатый. Амбары большие были. Товарный склад был. Тут очень большой. Сегодня Айов – небольшая деревушка. Всего две улицы. Стоят они посреди Аскизской степи. Многие дома бесхозные. В поисках работы и лучшей жизни их владельцы уехали из села. Сегодня население чуть больше 80 человек. В основном пенсионеры. До райцентра не близко. Рабочих мест нет. Кто-то держит скот и этим живет. Кто-то практически каждый день выходит к речке Ниня с удочкой. Пойманную рыбу продают в соседних селах. Мы ходим сюда рыбачить, сюда на эту речку. И вот пару дней назад она поднялась. И рыбы сейчас нет. А так бывает и хайруза, и льцы, и щуки. Условия далеки до идеальных. Постоянная ветра и галечник не дают хорошего урожая. Потому и заниматься земледелием здесь – неблагодарное дело. Практически никто из жителей не выращивает овощи. Воду и ту совсем недавно приходилось брать из реки. Единственную колонку пробурили лишь в конце прошлого года. Всю жизнь брали с речки. Вода по весне очень грязная, желтая. Со всякими привкусами. Скважина с чистой водой – начало реализации республиканской программы сохранения и развития малых сел Хакасии. Ее цель – создать условия для жизни и убедить население не уезжать из деревень, а по возможности привлечь и новых жителей. Одной колонкой решить проблему с водой. Республика этим не ограничилась. Скважины пробурят практически в каждом доме. Причем хозяева платят лишь половину от стоимости работы. Остальные затраты гасит правительство. Между тем, добыть воду здесь не так просто. Глубина скважин более 20 метров. Оплатить всю стоимость местному населению не по карману. Потому такая помощь, уверяют жители, весомая. Самая насущная проблема – это вода. А вы что теперь? Нет, старенькие особенно. Откуда-то возеете? Николай Чернов один из первых обзавелся собственным источником. На очереди еще как минимум 10 домов. Ал Аев сегодня на попечении Министерства образования. И по мнению специалистов, несмотря на многие проблемы, назвать деревню безнадежной нельзя. В Али есть собственный дом культуры. Жители также получают первую медицинскую помощь. В отличие от других малых сел Хакасии, в Али Аев есть собственная школа. Начальные классы. Этому зданию практически 100 лет. И, естественно, она нуждается в ремонте. А его обещают сделать. В рамках республиканской программы сохранения и развития малых сел. Поменяют крышу, заменят окна, обновят фасад. Помогут сделать, надеются жители, отопление. В школе есть батареи, но из-за экономии ими не пользуются. В холода здание согревают углем. В старой школе сохранили печь. Найди длину второй стороны этого прямоугольника. Сегодня во всей деревне лишь пять учеников. На подходе еще три первоклашки. В будущем за школьные парты будет кому садиться еще ближайшие 5-6 лет. Есть школа, есть жизнь в селе. Я думаю, что не должна деревня так вот исчезнуть с лица земли. Люди надеются, до закрытия школы дело не дойдет. Тем более первые перемены, пусть даже не столь существенные, но есть. Их замечают даже дети. Еще недавно в деревне не было даже собственного магазина. Комиксант ездит на газетке. Родукты возит. У нас изменились школа, магазин. Люди сами вышли на субботник, привести в порядок сельские улицы. А в центре деревни отметили место для будущей детской площадки. Собираемся все, чтобы цветов насадить, деревья. Хотя у нас здесь воды не было. Вот сейчас бырыть начинают поддеревнять. Но думаем, что если воду пробудет, у нас будет здесь деревья посадим. И народ собирается, главное, сюда и приехать. Люди ждут перемены, верят, их деревня будет жить и дальше. Пять человек сегодня уже оформили крестьянско-фермерское хозяйство. И как только встанут на ноги, дадут односельчанам то, ради чего многие покидают родное село. Рабочие места и реальный заработок. Редактор субтитров А.Семкин